Всем привет! Как известно, в нахлости есть ряд некоторых жидкостей, то есть симки, флотанты и так далее, которые нужно носить с собой. Да, в принципе, только симки и флотанты. Какие-то есть для шнуров, какие-то есть для мушек. Есть жидкие, есть в виде пыли, но тем не менее, каждый выбирает под себя, под свои нужды, под бит-рыбалки, тип-рыбалки и так далее. Значит, для этого есть всевозможные подвесы, какие-то крепежи к рюкзакам, какие-то крепежи на жилетку, на рюкзак. Выбирая для себя какой-то самый оптимальный вариант, я пришел, точнее не я пришел, а все-таки хочется что-то рассказать. Сразу хочу сказать спасибо магазину Рыболов Мастер за информацию и за предоставленные материалы для показа данного видео. И также спасибо за предоставленные довольно-таки удобные крепежи. Давайте начнем с того, что чаще всего мы можем увидеть где-то в магазинах, то есть то, что мы можем купить, то, что чаще всего нам попадется на глаза. Значит, скорее всего, мы увидим от компании Fishpond вот такого плана, сейчас я сниму аккуратно с картонки, вот такой вот подвес. на, как вы видите, здоровенном карабине. Качественный, но очень здоровый подвес. Кстати, вот эта часть подвеса сделана очень-очень мощной. Кому интересно, давайте, не знаю, как смогу ли я вам показать, потому что даже глазами почему-то не очень хорошо видно то, что здесь написано. Очень блеклый цвет. Но, тем не менее, значит, стоит это 13 долларов. Вот. И крепятся сюда бутылочки только одним способом. Крепятся они вниз головой. И, значит, и вот сейчас нам бутылочку нужно раскрутить. Давайте раскрутим бутылочку. Кстати, нужно сказать, что резиночка вот эта вот не очень-то мощная. Раскручиваем бутылочку. Просовываем вот в это вот прожженное отверстие. И закручиваем обратно. Но, что я хочу сказать. Вот, если вы обратите внимание, сейчас бутылочка плотно не закручена. Потому что вот в это место, вы видите, вставлена какая-то толщина ткани. А одновременно на крышечку это не оденется. Плюс, какой здоровенный лишний снизу кусок у нас появляется. Давайте я все-таки выниму бутылочку, только для того, чтобы вам показывать более детально. Ну, вот вы поняли, каким образом она сюда вставляется. То есть, все это дело переворачивается, и бутылочка вкручивается. Вот. При том, что вот здесь это очень маленькое расстояние, то есть, крышечка до конца не зажимается. Значит, вот на этом месте стоит бутылочка, вы видите, какое здоровенное расстояние лишнее. Вот. Понятно, что если бутылочка у нас была где-то в районе карабина, то занимало бы все это меньше места. И точно так же оно гнется. И обратите еще внимание, что карабин уже чем сама лента, то есть, гнется в одну сторону, а в обратную не хочет, из-за того, что лента здесь скомкана. Я не знаю, мне лично, вот давно я уже обращал внимание вот на эти вот изделия, вот фишпонд, но мне они как-то красиво, но, по-моему, непрактично. Также вот синкет, скажем, который ставится вверх ногами, он гораздо толще баночка, он сюда тоже вылазит. Вот, кстати, вот он здесь стоит плотно, но он стоит здесь плотно не до такой степени, чтобы не вырваться. Конечно, здесь можно какой-нибудь ниткой привязать, перевязать и укрепить его, но, по-моему, все это как-то, да никак. Откладываем пока что в сторону. Следующий вариант, что-то очень-очень подобное, похожее от компании LUN. Сейчас я выниму бумажку и покажу вам. Давайте-ка посмотрим. С обратной стороны. Вот даже видно, как оно крепится на картинке, видно. Кстати, в баночке у меня тоже LUN вот эти вот. Но, если мы сравним. Две эти вещи, вот у LUN, она сделана более продуманно. Во-первых, карабин здесь уже болтается, он здесь не пережат. Здесь не такая широкая лента, как вот здесь вот. Но здесь лента красивее, да, она такая вот оригинальненькая, цветастая. LUN, кстати, стоит 15 с половиной долларов. Но у LUN просто гигантский карабин. Я не знаю, для чего нужен такой карабин. Вот. Это еще более громоздкая вещь. Сравниваем. То есть, представляете, какая бандура у нас на груди висит и по пояс болтается. Баночка сюда вставляется точно так же. Резинка у LUN немножко плотнее. Вот. Прошу прощения, не той стороной я вставил баночку. Конечно, все это имеет право на жизнь. Многие люди этим пользуются, ни о чем не задумываясь. Но вот, честно говоря, вот от момента, от места, где будет у нас висеть вот здесь вот, мы сюда можем положить еще одну баночку. По высоте. Есть, конечно, вот вроде компании Orvis я видел, подвесы, где ставятся баночки две. Одна вниз головой, другая вверх головой. Вот тоже это очень длинная колбаса получается. Мне тоже это не очень нравится. К сожалению, у меня нету такого подвеса, чтобы вам показать. Но я думаю, вы поняли. А если появится, то, конечно, покажу. Значит, тоже вот про этот тип подвеса Loon ничего такого вот выдающегося сказать я не могу. Из-за своей громоздкости, из-за своей какой-то неоригинальности. К тому же, неоднократно, как-то, делая что-то вот с этими вот кордурами, даже вот имея военные рюкзаки, я в военных рюкзаках концы очень часто опалены. Так вот, я там много-много раз подсмаливал их, потому что все-таки обожженные концы начинают сыпаться. Как бы они не были хорошо обожжены, со временем они начинают сыпаться. Кстати, вот что в этом, что вот в этом варианте, вот этих вот двух, мне кажется, вполне хватило бы вот такого карабина. Вообще вот такого вот малюсенького карабина. Рыболовного карабина на вертлюжке. Вот вы посмотрите размер вот этих вот трех карабинов. И вот этого вот, огроменного. К тому же, баночка на, ну я не знаю, сколько она весит, вот этот карабин рыболовный, он выдерживает 20 килограмм рыбину при рывках. Но для чего-то сюда ставится такой огромный карабин. Я не знаю. Может быть так положено. Так, следующий вариант. У меня есть свой такой вот колпачок, так скажем. И есть колпачок Кот Лун. Я не помню компанию, от которой мой колпачок. Их было два в комплекте. И мы с одним парнем покупали их и разделили между собой по одному. Ну я здесь уже, давайте, не буду бумажку вынимать. Я просто так покажу. Кому интересно, почитайте, посмотрите. Значит, как вот это вот крепится. Сюда просто вот такого диаметра баночка вставляется. Она туда входит очень плотно. И из-за подсоса такого вот, она как бы резиновая. И резина, когда тянется, она пытается... Ну то есть вот так вот мы сейчас не вырвем. Для того, чтобы будем взять туда баночку, нам нужно ногтями его приподнимать, запускать туда воздух и пропускать. То есть вот на маленьком карабинчике, кстати, обратите внимание, насколько маленькие карабинчики. Здесь я еще вам покажу даже близко. Вот. Насколько маленький карабинчик. И насколько вот у этого подвеса разница есть. К тому же, я сюда еще добавил вертлюжок, так как карабинчик здесь вот у меня на вертлюжке, а здесь же он в оригинале просто сразу зацеплен вот за это вот кольцо. Но все-таки иногда банка из-за этого топорчилась, как-то перекручивалась и становилась на бок вот так вот. Поэтому я просто сюда добавил вертлюжок. Кстати, вертлюжок я сюда добавил какой-то большой, нужно найти что-то более маленькое, еще поменьше. То есть тем самым укоротить в два раза вот это вот расстояние. Ну ладно, пойдем дальше. И второй вариант у нас такой же подвес, такой, да не такой, но от лун. Значит, подвес этот рассчитан на то, что он вешается куда-то на какую-то лямку, на воротник, там на карман. Имеет, я вам скажу, такую мощную прищепочку, маленькую, такую мощную, без зубцов, без ничего. Рассмотрим вблизи. Кстати, надо обратить ваше внимание, что вот это наклепки, и мы можем спокойно снять вот этот подвес. Кстати, луновский подвес, он дырявый, ну то есть он не подсасывает, но я думаю, тоже будет держаться точно по такому же принципу. Вот, и я думаю, что на этот крепеж можно надеть такое же колечко, как с карабином. Вот, баночка вынимается из этого подвеса вот таким вот образом, и ставим в лун. Ну, то есть, то же самое, только лун еще более плотный. Вот. Отличный вариант, но этот отличный вариант стоит 15 долларов. Моя вот эта вот, не помню от какой компании, она без каких-то маркировок, вот эта вот стоит, мне кажется, 10 долларов, вот эта вот чашечка, а может тоже, или 12 долларов, но что-то, мне кажется, вроде того стоит. Опять же скажу, вот оптимальный вариант, ну не самый оптимальный, но тоже хороший вариант по сравнению с предыдущими двумя. Занимает мало места, мало весит, маленькие карабины. Идем дальше. Хочу вам показать еще вот здесь вот два варианта подвесов от Рыбалов Мастер, потому что мы еще не рассмотрели стики де флотанта, то есть баночки, которые подвешиваются вверх головой. Это тоже немаловажный аспект, на который надо обратить внимание. Значит, вот размер подвеса от Рыбалов Мастер. Вот, от именитых компаний в сравнении с размером Рыбалов Мастер. Берем ту же баночку, вставляем под резинку, кстати, с двух сторон совершенно одинаковая резинка. Сюда одевается, можно одеться с карабином, с вертлюшком, как я показывал, просто вот рыболовный. Я сам только что сделал, перед съемкой видео, два рыболовных карабина с вертлюшком. Можно вот взять какой-то карабин, вот такой маленький. Или вот такие вот карабины, я специально себе для подвеса пошел в какой-то швейный магазин, они там стоят какие-то копейки, не знаю, может быть, пациентов 5 они стоят. Просто вот берем любой из маленьких карабинов, одеваем на эту петлю. Можно с вертлюшком, можно нет, он у нас спокойно висит где-то на какой-то нашей рубашке, там куртке, жилетке, рюкзаке и так далее. Значит, вот под эту резиночку вставляется баночка, и вот этот вот кончик баночки одевается на саму баночку. Все, она никогда в жизни никуда отсюда не денется. Вот, она прекрасно висит. Кстати, тоже обратите внимание, что обратная сторона сделана из липучки. Если намокнет, то липучка, если кто-то знает, может кто-то не знает, очень быстро высыхает из-за своей, наверное, вот этой волосатости. То есть капельки между волосков легко продубаются воздухом и быстро сохнут. И вторая сторона, то что мы, используя липучку, вот я тоже взял отрезок липучки, можно склеить в две стороны. То есть где-то на какую-то куртку, рюкзак мы можем просто... Вот даже где-то мой рюкзак... Открыто, пожалуйста. То есть вот на рюкзак мы можем просто прикрепить эту баночку. Вот. Значит, также есть вариант подвеса для стоящих баночек. Вот я взял маленькую, но то же самое сюда входит и большая. То есть вот такой вот подвес. Кстати, по цене вот это стоит, если я не ошибаюсь, 5 долларов. Вот это стоит, мне кажется, 7 долларов. Вот. И самое главное, мы можем просто повесить петля на петлю, и у нас две баночки спокойно висят. Мы куда-то вешаем на куртку. Если мы не хотим, мы можем взять тот же кусок липучки. Это я уже от себя беру. Ну, такой вот от себя, как я сам для себя это придумал. Потому что на сегодняшний день, по мне, это самый оптимальный вариант. То есть вот мы берем. И вот у нас висят две баночки. Кстати, то, что висят вот так вот две баночки в каком-то из видео, в какой-то телепередаче, я подсмотрел у Игоря Тяпкина, там показывали именно не уроки, а рыбалку с ним. И у него вот так вот висели две баночки тоже. Ну, там какое-то свое крепление, не знаю, или свое, или покупное у него было. Но вот, типа того, что-то у него висело, очень тоже удобно. Вот одну открыл, капнул, другую перевернул. Ну, естественно, если все это у нас на такой вот сцепке, на вертлюжке каком-то, все это прекрасно крутится. Если не хотим, то вообще можем не скреплять. Можно скрепить. Я вот тоже перед съемкой видео сидел, всякие варианты придумывал. Можно скрепить вот так вот, и две вот эти вот петли просто одеть в карабин. Тогда они одновременно будут и расходиться, и крутиться, и вертеться, и не будут болтаться. То есть липучка их будет удерживать, они друг об друга ляпать не будут. Ну, тоже как вариант... То есть вот два варианта еще подвесов. И по мне, вот это самый оптимальный вариант, ну, то есть посмотрите, ничего лишнего, нигде ничего не торчит, не висит, не болтается. Все сделано очень аккуратно и притом продумано. Вот. И стоит в три раза дешевле, чем все остальные варианты. Ну и да, чтобы уже не быть голословным, давайте вот в этот подвес для стоячих баночек вставим вот эту толстенькую банку. Как вы видите, все сюда прекрасно заходит. Вот. Баночка стоит, одеваем карабинчик, баночка висит. Или на липучку крепим. Кстати, вот если у вас есть рюкзак, типа моего, как я показывал, с внутренней частью моего рюкзака тоже есть что-то наподобие меховушки, липучки. Там тоже можно все это клеить на липучку, прямо внутри рюкзака. И благодаря вот этому вот зацепу она просто будет крепиться. Вот и не будет болтаться. И нам не нужен карабин, мы его снимаем. Нам нужен карабин, мы им пользуемся. Ну, собственно говоря, вот такие вот есть варианты подвешивания баночек. По мне на сегодняшний день самый оптимальный вариант это или же вот эти вот крепежи, или вот этот. Ну, тоже вот как-то вот эти мне ближе. Во-первых, они немножко легче. Во-вторых, все-таки здесь хоть как-то баночка фиксируется. Я не знаю, если оно сделано, как-то уже кажется, что люди продумали. Но, тем не менее, когда фиксации баночки нету, то все-таки ее фиксации баночки нету. На этом все. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok